Касательно этого единого дня голосования, который приближается 10 сентября, Навальный говорит, надо идти на выборы и голосовать просто за кого-либо, кроме как единую Россию, чтобы показать им, что не за них. Есть более скептически настроенные политологи, эксперты и политики говорят, ну вообще какой смысл и все это все равно не имеет и не стоит выеденного яйца. А что бы вы посоветовали как правозащитница Ольга? Стоит ходить вот на такие псевдовыборы, на вот такие шоу? И чем поможет это голосование против единой России? Как это, ну они все равно где-то не учтут? Ну вы знаете, я бы, конечно, я просто ставлю себя на место избирателя внутри России и, ну и собственно я и сама сижу тут с российским паспортом в Германии, теоретически могу сходить в посольство проголосовать. Я, конечно, не буду этого делать. Я очень давно этого не делаю и не считаю умное голосование хорошей идеей, потому что выбирать между ярым сторонником войны и ярым-ярым сторонником войны, ну это довольно, мне кажется, глупо. Я понимаю, почему такое или иное участие в выборах нужно политикам, это их профессия. Это их профессия, это тренировка мышц и тренировка избирателей, чтобы избиратель привык ходить на выборы. Поэтому здесь у меня нет вопросов к Навальным, он политик и он гнет свою линию, которая сейчас кажется очень несвоевременной, вне всякого сомнения, но он остается политиком электорального толка, там отлично, например, от Пригожина, который никогда в жизни не стремился в электоральную политику, а все-таки у него в голове был мятеж. Навальный, вот, плюс ко всему, все-таки давайте помнить о том, откуда он все это говорит, откуда все это пишет. Все-таки связь между тюрьмой, особенно такой жесткой тюрьмой, как у Навального, где нет, в общем, почти никакой связи с внешним миром и, наверное, не чувствуется настроение внутри страны или среди тех самых избирателей, все-таки оптика меняется и она очень сильно затуманивается. А я вот еще думала, как вот такие его разные заявления, там письма, которые то ли он пишет, то ли не он, которые передают, как они влияют на то, как с ним ведут себя в этой тюрьме, насколько это триггерита представителей путинского режима, возможно ли усиление репрессий против него там на фоне таких заявлений? Ну, надо сказать, что этот триггерит очень серьезно, очень сильно в ближайшее время должно закончиться, потому что я напомню, что у Навального есть новый приговор, 19 лет особого режима, из них суд отдельно принял решение, 10 лет, 10 лет без права использования сети интернет. Я уверена, что адвокаты Навального и Навального найдут способ как-то из этого выйти, но тем не менее, тем не менее, это решение суда. Сейчас он может писать и может говорить, я думаю, что пользоваться он этим, возможно, последним случаем, потому что приговор еще не вступил в законную силу, еще апелляция впереди. Как только будет апелляция, она будет в ближайшее время, она будет уже, я думаю, что в сентябре, то все, он не сможет писать. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok